Это наглость. Как вот это назвать, скажи мне? Ты же знаешь, что тебе на поверхность не ся? Тебе так нравится чайничек смех от наших подписчиков любимых? Скажи мне, я только по этой причине тебя не прогоняю. Наблюдательный пункт у него, понимаете? Видите ушки уже? О, полетели. Птички, да? Птички. Как мы любим птичек, это вообще. Мне кажется, если бы я купил какую-то птичку и принес сюда, это было бы вообще просто, да? О, контент был бы. Это был бы контент просто. Ай, зубик я знаю. Сейчас я расскажу, что случилось. Эта история просто поразительная. Поразительная. Иди сюда, мой поразит. 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 Иди сюда. Знаете, что? Ну, как-то я там лежим вместе. Он там храпит такой. Я думаю, дай-ка посмотрю зубки. Дай посмотрю зубки. Покажи зубки. Не покажешь? Ну, чуть-чуть. Нет, покажи. Мой маленький. Инопланетянин мой. И у него нижние зубки, знаете, такие. То уже там половины нет. Ну, которые вот тут вот идут. То какие-то кривые, то еще тут. Я думаю, блин. Ну, а я же не профессионал. Я думаю, я всегда, когда что-то я не знаю, я всегда твоей маме пишу. Маме твоей. В сало спил. С мамой в сало спился. Заботчица Ольга. Вот я говорю, слушай, я фоточки там наделал ему. И посылаю ей. Говорю, слушай, ну, а как, 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 что там? Это, может быть, надо отвезти его в эту, там, в поликлинику, хотел сказать, в ветеринарную клинику. У них же, у них же все, все есть. У них и стоматологи есть, у котов и собак. Сейчас у нас тут рядом вот этот Pet City. Ну, она дорогая, конечно, знаете, но она все-таки вот у нас в центре нашем, да. Я вижу, какие туда приходят люди на стрижки собачек. Какие у них там собачки, знаете, там, ну, как бы деньги водятся. Конечно, ветеринарные услуги у нас не самые дешевые в Латвии, так скажем, да. Если идти в такой центр, ну, подешевле в любой другой ветеринарке можно сделать все. Вот, но по сравнению со Стокгольмом здесь можно сказать, что бесплатно просто, все бесплатно. Вот, ну, вы знаете, что я на Люминуса ничего не жалею никогда. Поэтому я думаю, что если, если надо, то сделаем зубы и все. Ну, и Ольга мне отвечает, и мы так просто начали как бы чатиться с ней, что это вообще норма для ориенталов, потому что вот у них такая проблема с зубами. Он говорит, если вот эти вот маленькие зубики у них начинают там как-то разрушаться, выпадать, то начинают вот эти клыки расти еще больше, ну, потому что им же надо как-то там свою добычу, птичку тут поймает, там ей же надо как-то загрызть, да. Вот. Ну, он говорит, ну, да, вот у ориенталов такая проблема. Считалось раньше, что у русских кровей этой проблемы нет. Вот. Ну, и я как-то так, знаете, вы же знаете, я всегда на Люминусном подшучиваю, подшучиваю, что ты у меня чистокровный латыш, да. Я чувствовал, у тебя папа он белорус, а ты латыш. А мне Ольга такая отвечает, нет, он не латыш. Я говорю, не понял. Оказывается, оказывается, мама Люминуса русская. Представляете, я даже, я не знал, прошло два года у меня код. Я был сто процентов уверен, что он чистокровный латыш, а он нет. Оказывается, мама его, Даша, она была привезена из России. Ну, когда еще было все открыто. Вот. Ну, Калининградская область, кстати, очень хорошо известна ориентальными своими питомниками. И в Калининграде даже на инстаграмчике я фоловлю там некоторые там, конечно, очень красивые коты. Ну, и видно, что люди занимаются. Люди занимаются, да. Вот. Поэтому, как бы такая вообще балтийская тема есть ориентальная. Представляете, и оказывается, что у Люминуса папа, он из Латвии, у меня Ангелика Латыш, а мама Даша, она из России была привезена. То есть у него помесь. Он у нас помешанный такой вот. А я вообще, я такой, я, 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 ты серьезно? Ну, я не знала бы это. Ты представляешь, Заня, ты у меня два года, ты уже два года у меня сина. А я даже не знала, что ты не латыш. Ты только на половинку латыш. Моя любимочка моя. Белый усик мой. Ну и что там? Красавчик мой. Я тебя так люблю. Я тебя люблю все равно, кем бы ты там ни был. Каким бы тебе там крови не намешанную. Ты из Таиланда. У тебя в имени Таиланда. Есть даже. Мммм. Любимушка. Здесь, например, у нас ветеринарная клиника. Я когда не успевал там, уже думал, когда улетал слюнником, думал, может быть, ему какое-нибудь там снотворненькое вколоть. Потом хорошо, что передумал. О, продается, видите, продается. У меня такой страшный дом вообще, страх просто. Там раньше была макаронная фабрика. А вот так вот когда-то шла улица. Представляете, как поднимали улицу. О, как поднимали. Посмотрите. Это Екатерина поднимала, может быть, даже еще великая. Это ее район. Она обустраивала. Ну что ж, господа. Попробуем. Я, конечно, знаю, что индийская еда, она выглядит, может быть, не самым аппетитным образом. Но я просто готов вылизать вот эту вот сковородку. Это так вкусно. Вы не представляете. Это Индиан Раджа Экспресс. Время. Здесь очень красивенько и очень вкусно. И парень по-латышски прям шпарит. Вообще молодец. А я просто был на массажике. Представляете, я еду на массажик и я нашел тут целых две остановки, как в моем детстве. У нас в Бараночек такие были остановки, я помню. Прикиньте. Вообще. У меня прямо ностальгия. У меня на массаже ностальгия. Она мне делает банки там, как бабушка делала. Рассказывала сегодня, что мне надо перцовый пластырь поставить. Ну, я могу сам себе поставить. И остановки еще такие, как в детстве. Такой флешбек у меня просто сегодня. Началась реконструкция променада Мукусальского. Там сняли старый забор. Он был с советской символикой. Вот. Будут заменять теперь. Хочется, конечно, посмотреть. Я очень любил этот всегда променад. Вот так вот. Ну, когда я там жил. Я там где-то здание отжил. И так любил ходить, гулять, бегать. Вот. Интересно посмотреть, как там сделают. Вот что мы пойдем. И так далее. И так далее. Ну, пойдем. И так далее. И так далее. И так далее. что друзья мои не могу не нарадоваться своим новым чайником я очень рад что он у меня появился я прямо благодарен судьбе и судьбе и спонсорам канала конечно же за то что они не сделали а такой подарок провалился пакетик прямо с этой фигни туда постоянные зрители постоянный ты постоянный проситель вкусняшек ты постоянно просить вкусняшек я только что дал тебе две вкусняшки вот такие вот это тебе из германии кстати тоже подписчики привезли 2 хватит а тут и уже это вот как папа не придет на кухню ты уже здесь как здесь на боевом посту скажи сам то жрешь вам вкусняшки помните постоянные мои зрители помнят что мне когда-то пришлось стоять в очереди влач за этим зефиром я так его и не купил так вот купил в стокмане вы знаете как-то я особо и не впечатлил я как-то все на инстраграмм чеки да на инстраграмм чеки показываю открытие своего этого нет календаря тут уже осталось буквально несколько дней да и вы знаете что посмотрите на мою коллекцию у меня коллекция алкоголь это не все я вам покажу чтобы у нас тут есть барбадоски ром траве а то на фруктовая автор вилле автор вилле это виски наверно мод блендет молд виски вот височки я наверно сюда поставил что-то с листным орехом еще такой бренди бренди так тут у нас что это граба и это батар скотч ликер что-то я ликер сюда поставил давайте покажу как выглядит мой холодильник не только кимчи и куча ликерчиков я все ликерчики вот сюда поставил я так немножко попиваю здесь на настроение ликеры обалденные обалденные очень вкусные просто очень вкусные ликеры очень рад у меня тут карты таро я сейчас сделаю себе личный расклад я не очень люблю делать расклады себе вообще не люблю беспокоить вселенную по таким вопросам знаете несущественно но сегодня такой хороший такой вопрос существенно житейски он про квартиру кстати я сегодня про одну из квартир узнал интересную новость чуть попозже он расскажу что это за новость но давайте сегодня 21 число если что вы конечно видео увидите в какой-то другой день как есть она это тоже ликерчик ликерчик не знает ликер да ликерчик кой-то кой-то кроет это наверно что это наверно вишня на богем естественно это для меня я же я же у вас богема откуда я еще 33 процента давайте откроем ликерчик можно открыть а то получается как-то на ютюбе в этом году даже не открывали ничего да правда немножко я конечно занят был тут очень много всего навалилось и поэтому ваше здоровье ликера не так у них вкусно вот этим я советую знаете кому не жалко для себя делать подарки а вы знаете что я вообще обожаю себе делать подарки и вас призываю к этому вот просто ради каких-то новых впечатлений просто понимаете пахнет бомба просто обалдеть вообще ликерчик лучше поставить холодильничек знаете он такой вот тянусь вот я люблю когда вот ликер тянется знаете вот когда вот ты капаешь прямо знаете когда он холодненький вот он прямо такой вот струйка я такой вот бежит мой вкусняшка вот вообще вкусняшка очень хорошо сделали я прямо советую советую кто не смотрел видео о календаре где купить есть видео лайв эфир первый день мы открывали все все рассказал вот поэтому кстати даю вам подсказку что те которые не проданы адвент календари они сейчас будут продаваться со скидками может быть уже продаются заходите на amazon и особенно кто меня все смотрят там из германии из англии кто нидерланды смотрите если вам интересно он спокойно стоит год а то и больше можно даже в подарок кому-то это хороший подарок поставите где-нибудь в кладовку да там скидки могут быть до 70 процентов если есть некупленные но обычно некупленные знаете какие-нибудь подороже такие да если этот где-то 90 евро стоил да то то есть там и за 200 евро были адвент календарей потому что там календарики такие знаете где например здесь разлив тут все бутылочки одинаковые не все правда есть такие одна была пока что только такая специфическая есть календари где прямо вы знаете вот как оригинальная бутылка да так она в миниатюрки но это конечно уже эксклюзивчик такой да поэтому там конечно цена подороже но со скидкой очень хорошо купить я вам советую посмотрите если вам интересна эта тема